Нет такого человека, который ему дал велосипед, он сразу поехал и не совершил бы всех этих ошибок. Правильно? Как бороться с отчаянием, если ничего не получается? Как и я. Понимать, что если это не получается, то нормально. Знаете, мне понравилась одна фраза, одна идея Роберта Киясаки. В его книге «Богатый папа, бедный папа». Кстати, у кого есть проблемы с зарабатыванием денег и вообще просто блок по поводу того, что можно ли быть богатым, я рекомендую всем прочитать эту книгу, особенно мужчинам. Ну и женщинам тоже. «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киясаки. Обязательно прочитайте, это очень мощная вещь. У него есть такой момент, он говорит, он переводит пример, чтобы зарабатывать больше, он стал продавать копировальные автоматы. В то время, когда он начинал, никто, копировальные автоматы еще, это была такая техника, которая новая, а он продавал домой. Ну то есть, вам нужен дома копировальный автомат? Ну дома вам нужен. И представьте, к вам звонит просто консультант, ну в Америке это было распространено, такие продавцы по домам, коми-вояжеры. Они звонили в дом и говорили, здравствуйте, мы продаем вам копировальный автомат. Им говорили, здравствуйте, пошел нахер. Понимаете? И вот Роберт Киясаки, он как бы шел на такие моменты и зная, что ему очень много откажут. Кто-то покупал, но когда вы не продаете, вы совершаете ошибки, неудачи. И это основание для отчаяния. И вот что, он пришел к самому богатому папе, точнее, у его папы родной был бедным, а у его друга был богатый папа. И вот богатый папа учил его бизнесу. Он пришел и говорил, я не хочу ходить продавать эти ксероксы, потому что это были неудачи. У меня не получается. Это очень похоже. И он в отчаянии, очень похоже на вашу ситуацию. Вы пробуете что-то, а у вас не получается. И тогда этот богатый папа посоветовал ему вещь, которая для меня является лейтмотивом, и я советую вам. Богатый папа сказал, когда мы чему-то учимся, вначале мы делаем ошибки. Вот, например, вы учитесь кататься на велосипеде. Прежде чем поехать на велосипеде, у вас есть 50 ошибок, которые вы совершите. Вы упадете при посадке на велосипед. Вы начнете двигаться и упадете. Вы поедете и не впишетесь в поворот, вы упадете. Когда вы поедете с горки, вы упадете. Понимаете, то есть эти неудачи, они встроены в процесс. Без них не бывает. Нет такого человека, который ему дал велосипед, он сразу поехал и не совершил бы всех этих ошибок. Правильно? Вы согласны, что когда вы учились на велосипеде, вы совершали эти ошибки все? Были неудачи и падения. Правильно? И богатый папа сказал, знаешь, твоя задача совершить как можно больше ошибок. То есть пройди их быстрее все. Понимаешь, они есть уже. Ты их не избежишь. Нужно понять, что вот эти вот ошибки, которые вы совершаете, несоблюдение плана, срывы и так далее, они включены в процесс. Никто, ни один человек не сможет их минуть. Какие-то люди могут не сказать о них, не показать о них. Но миновать их никто не может. Понимаете? И задача просто побыстрее их совершить. Чем если вы наоборот не боитесь ошибаться, а вы хотите как можно быстрее совершить эти ошибки. И тогда Роберт Киосеке говорил, тогда я просто стал как можно больше ходить. То есть раньше я избегал совершать ошибок. Я приходил 2-3 раза, ну звонил 2-3 раза. То есть до первого поля дня я себя мотивировал. Потом собирался в духом, 2-3 раза приходил и потом отходил оставший весь вечер. А после этого я утроил количество звонков. То есть я стал ходить в 3 раза чаще. Утром, в обед, вечером. То есть просто стал, я процесс ошибок я ускорил. Он говорил, я хотел как можно быстрее совершить все ошибки. То есть я знал, что я буду ошибаться. Я знал, что мне будут отказывать. И я просто знал, мне будут отказывать. Я звонил и все. И он говорит, в результате вот этих попыток я вдруг стал замечать какие-то паттерны. Какие-то постоянные сценарии, которые происходят. Разговоры. Я стал видеть людей, которые разговаривают. Я начал, у меня в ходе разговоров какие-то появились моменты, которые я случайно, они родились. И в результате человек купил. Я стал включать эти навыки в разговор с другими людьми. И у меня стало получаться. Вот так он сказал. И я вижу, что так и работает. Работает, что вы просто делаете ошибки. Эти ошибки являются не ошибками, а способом обучения. Просто перестаньте думать о том, что это ошибки. Думайте о том, что вы учитесь. Все. Вот так можно не терять, бороться с отчаянием. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...